А спонсор сегодняшнего видео сайт dotamix.ru Одна из немногих рулеток, в которые можно играть на вещи и деньги, и при этом честно побеждать. Я лично там играл, и я остался довольным, поэтому я знаю, о чём говорю. Да, если же у вас есть сомнения, то вы можете сами всё проверить, сыграв несколько бесплатных игр. Ссылка, если что, будет в описании. Итак, народ, всем привет! У микрофона как всегда самовар, и сегодня я специально для вас составил топ, в котором я расскажу о моментах, которые заставляет ваш мост вырабатывать огромное количество эндорфина, играя в доту. О вещах, которые способны вызвать мурашки по всему телу. О вещах, благодаря которым мы хотим играть в доту снова и снова. Пять самых приятных моментов в доте. Поехали! Открывает наш топ то, чего все ждут. То, чего нам всем не хватает. То, что заставляет любить и ненавидеть доту одновременно. Думаю, вы все догадались, что это крит. Ну, не тот крит, который типа Асазин, а тот, который типа критический удар. Только благодаря этому явлению хочется вновь и вновь играть за таких персонажей, как Фантом Ассасин, Врейв Кинг и прочих. Ведь один только внешний вид этого явления представляет из себя эпичное зрелище. И кто бы что ни говорил, но крит, который выпал в самый нужный момент, или крит, который снес все хп вашему врагу, действительно способен вызвать неслабую радость и тепло на душе. Ну, а отсутствие крита способно вызвать неслабое тепло в другом месте, но об этом уже в другой раз. В общем, крит, выпавший в самый нужный момент, по праву занимает пятое место. Идем дальше. Четвертое место занимает покупка шести слотов на керри. Не нужно быть перфекционистом, чтобы с удовольствием смотреть на свои шесть артефактов, которые вы заработали потом и кровью. Шесть слотов уже свидетельствуют о том, что игра нехило затянулась, а вы уже полностью упакованы, и не нужно больше тратить время на какой-то фарм и раздумывать о том, какой следующий артефакт собрать. Началась настоящая игра, в которой все уже зависит от вашего личного скилла и от слаженности вашей и вражеской команды. Именно после сборки шести слотов вы можете полностью раскрыть потенциал своего героя и показать всю его мощь. Надеюсь, вы понимаете, о чем я, и у меня ни одного такое бывает. Третье место получают сильные соперники. Не знаю, как для вас, но, как по мне, это действительно важный фактор. Ведь играя против соперника с таким же уровнем игры, как и у вас, или даже ниже, вы ничему не научитесь, это очевидно. Только при игре с действительно сильным противником вы можете чему-то научиться, подглядеть какие-то действия, узнать что-то новое, просто благодаря наблюдениям за своим врагом. И под сильными соперниками я подразумеваю по-настоящему сильных игроков, а не ребят, которые напикали 5 имбовых героев. И даже если вы проиграете, то это не так важно. Самое главное, что вы чему-то научитесь и получите ценнейший опыт. Пусть вы этого и не заметите, но это действительно так. Поэтому не нужно расстраиваться из-за каждой слит игры. Да, конечно, есть и безнадежные игры, где в команде конченые дебилы, но если вы проиграете часовую игру, то это явно не повод для расстройства, ибо за этот час игры вы наверняка сделаете множество выводов и примете к сведению многие вещи. Так что помните об этом. На второе место попадает объект вожделения многих школьников, да и не только. Да-да, это тот самый Рэмпэйдж! Давайте не будем лукавить и вместе признаем, что убийство всей команды одним персонажем это реально очень круто. Нет, я говорю не о том Рэмпэйдже, который всякие тупицы делают под фонтаном срапиры на уже побежденной команде, которая просто стоит АФК и ждет, когда эта игра закончится. Я говорю о том Рэмпэйдже, который вы получаете благодаря своему скиллу, который делается в самом разгаре замеса с прожать им кучей скиллов и активных артефактов. Или же когда вы абсолютно один против всей команды. Это уже просто непередаваемое чувство, когда вы буквально один убиваете всю вражескую команду, для которой вы изначально были просто изи фрагом. Ну, кто так делал, тот поймет. Ну вообще, лайк, кто делал так Рэмпэйдж, посмотрим сколько нас. Ну и первое место по праву заслуживает хорошая команда. Пожалуй, это действительно то, ради чего стоит играть в доту. Хорошая, позитивная команда, которая поддержит в любой момент и не будет ныть. Команда, которая постоянно дает информацию в голосовой чат и советы. Радуется любым мелочам, от выигранных замесов до успешного убийства Рошана. Команда, которая не будет орать на вас в случае, если вы облажались, а спокойно объяснит вам, в чем была ваша ошибка. Команда, с которой хочется играть снова и снова. Команда, с которой даже проигрывать не обидно. Ведь любая игра с таким составом приносит непередаваемое удовольствие. Думаю, у каждого была или есть такая команда. Ну и на этой ноте я бы хотел закончить свой ролик. Обязательно пишите в комментарии, что для вас в доте являются приятными моментами, и что бы вы поставили на первое место. Думаю, это интересная тема для дискуссии, поэтому не стесняйтесь писать. Здесь все свои. Ну, в общем-то, всё. Всем спасибо за просмотр. Удачи вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok